Всем привет! С вами Аурум и сегодня я хотел бы с вами поделиться информацией о будущем обновлении, которое произойдет в начале мая месяца, то есть буквально через несколько недель нас ожидает обновление в игре Clash Royale. Основной упор в этом обновлении будет сделан на так называемое правило турнира. Меня всегда веселило это название, потому что по сути это правило дружеского боя, но разработчики как бы смотрят вперед в будущее, поэтому заранее назвали эти правила именно правилами турнира. Потому что, ну как бы забегая наперед, хотелось бы повториться и сказать, что я более чем уверен, что до конца текущего года в Clash Royale введут какие-то турниры. Ну, то есть функционал турниров будет введен на уровне клановых войн в игре Clash of Clans. Итак, на данный момент у нас правило турнира, так называемое, следующее. Это 8-я башня короля, 8-е общие карты, ну обычные карты, 6-е рарки, 3-е эпические и легендарная карта 1. Дополнительного времени 3. Но после текущего обновления правила турнира будут вот такими. То есть уровень короля будет увеличен до 9, обычные будут тоже 9, редкие 7, эпические 4. Легендарная карта останется первого уровня и дополнительное время тоже не изменится. Что мне хочется сказать по этому счету? На самом деле это очень нелицеприятная новость. Это вообще ужасная новость. Нелицеприятное слово, какое-то дурацкое. Но просто суть в чем? Я думал, что если есть у нас правила турнира, которые описывают обнуление высоких левелов до 8-го, это казалось очень круто, потому что до 8-го уровня, до тех критериев, то есть 8-е обычные карты, 6-е редкие, 3-е эпические, в принципе каждый может достаточно быстро, буквально за 2-3 месяца 100% докачаться до тех критериев и наравне с какими-то топовыми игроками может сражаться вот в таких турнирчиках. То есть можно было бы организовывать какие-то глобальные турниры для всех игроков, потому что 2-3 месяца поиграл, ты по сути можешь наказывать топа только внутри клана. То есть на турнире ты можешь наказывать какого-то чувака 12-го уровня, потому что когда вы будете драться друг с другом, вы оба будете как бы 8-го уровня и с определенным уровнем карт. Но теперь мои надежды немного потускнели, потому что до 9-го уровня, ну как бы докачаться немного сложнее, иметь 9-е общие карты, обычные карты, это, к сожалению, не так уж легко. Но, не знаю, разработчики вроде бы что-то знают, вот они написали. Мы считаем, что для участия в турнире нужны определенные знания, игрок должен открыть или хоть раз сразиться с каждой картой в игре. Нам кажется, что веселее всего состязаться с опытными игроками и за такими поединками интересно наблюдать. Мы хотим, чтобы у людей была мотивация собирать и улучшать карты. По-моему, ключевое это вот это предложение, где мы хотим, чтобы у людей была мотивация собирать и улучшать карты. Ну, конечно же, вы хотите, чтобы люди тратили бабки на открытие сундуков, и у них были новые карты. Это ясно, это все понятно. Но для игроков, по-моему, это не самая лучшая новость. И для меня, как для человека, который еще думает о каких-то организационных моментах, это вообще не круто. Ну да ладно, посмотрим, что с этого получится. Вот самое главное, чтобы это последнее было изменение. Потому что если через полгода они введут десятый уровень короля, десятый уровень обычных карт, это вообще будет абсолютно неофигенно. Это просто будет трэш какой-то, если они постоянно будут поднимать эту планку. То есть в таком случае просто нужно сделать отдельные правила для топов. То есть, грубо говоря, обнуление до 11 уровня всех топов. И отдельное правило для всех остальных игроков. По-моему, восьмой уровень был самым таким оптимальным. Потому что, ну, докачаться до него, в принципе, реально без доната. Но, увы, разработчики думают по-другому. Наверное, им виднее. Хотя я сомневаюсь. Ну да ладно. А вторая новость — это пожертвования и запросы клана. То есть мы читаем, что мы изменили систему пожертвований и запроса карт так, чтобы она стала лучше по мере продвижения на более высокие арены. Например, на Королевской арене вы сможете запросить целых 30 обычных и 3 редких карты за один раз. Это действительно круто. Это действительно круто, потому что 30 обычных карт получить — это офигенно. А так как у нас есть кланы, в которых прокачка игроков разная, есть, например, донатеры, то донатеры будут делиться со своими сокланами, например, обычными картами. То есть 30 карт получить за один раз обычных — это действительно нечто. Потому что на данный момент у всех одинаковое правило. На любых аренах вы знаете, да, что обычных карт — это 10, а одна — рарка. Вы можете получить за один запрос. Теперь, например, на Королевской арене будет вот покрасивше, да? То есть будет 30, получается, обычных карт. И вот, кстати, очень интересная информация, что также в 3 раза больше мы сможем и донатить. То есть обычных карт мы сможем донатить 6. Одну, так, одну эпическую карту по-прежнему мы можем донатить, но 3 игрока задонатили, и какой-то чувак получил 3 редких карты. Ну и последняя новость, которая оказалась, как бы, знаете, о ней мифы ходили, то есть вот все рассказывали, вот бы ввели это, но никто не имел четкой информации. Но оказывается, на сайте это давным-давно опубликовали. Правда, опубликовали такой маленькой-маленькой строчечкой. Итак, внимание. Мы все, мы все еще пытаемся выстроить для себя единую картину турнирных правил. А пока можем сказать, что в следующем обновлении добавим наблюдение в реальном времени для дружеских поединков. Я знаю, что многие этого ждали, а те, кто даже не ждали, приятно будут этому удивлены, да, и будут действительно этому рады. Потому что те, кто играли в игру Clash of Clans, знают, что там можно в режиме реального времени следить за поединком своего соклана на КВ. Здесь введут такое же, поэтому когда наши с вами сокланы будут между собой драться, мы сможем наблюдать за этим в режиме реального времени, а не ждать, пока они домахаются. Это очень круто и очень, это очень офигенно. Это действительно очень офигенно. Это даст новое дыхание в игре, 100%, в стриминге, в ютубинге. В общем, наблюдать в режиме реального времени за боями внутри клана, это реально классно. Ну и подводя итог анализу текущих новостей о будущем обновлении, хотелось бы сказать, что по поводу реплеев, конечно же, круто. По поводу доната тоже офигенно. Но по поводу изменения правил турнира, мне кажется, они как-то поспешили. Ну, опять же, может быть, мы чего-то не понимаем в этой игре, но то, что повысить планку для того, чтобы игроки побольше донатили, чтобы подходить под эти описания, ну, это спорный момент, потому что топы как донатили, так и будут донатить. А игроки, которые не имеют возможности задонатить, они по-прежнему донатить не будут, насколько сильно бы их не мотивировали. Поэтому странно, но это усложняет жизнь, например, людям, которые хотят организовывать глобальные турниры. Но как-то так, поживем-увидим, насколько это все будет круто. С вами был Аурум, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Удачки!